всем привет сегодня хочу с вами поделиться прекрасным рецептом называется казан кебаб если плохая погода и у вас нет своего дома а жареного мяса очень хочется то можно приготовить такое блюдо еще в переводе казан кебаб как мне сказали это жареное мясо либо шашлык в казане для этого нам потребуется пол килограмма мяса килограмм картошки луковица соль черный перец перец можно черный красный белый по вкусу обязательно зира и подсолнечное масло следующие наши действия нужно крупно нарезать мясо лучок лучок каждому как нравится в этом блюде не все используют лук но мне лук нравится жареный поэтому я лук использую крупно нарезаем мясо крупно нарезаем картошечку мясо используем кому какое нравится в оригинале это баранина вот с добавлением вместо масла курдюка либо бараньего жира вот кому говядина мне нравится свинина сегодня буду готовить из свинины готовить казан кебаб я буду в мультиварке ну так как костер разводить здесь я не хочу если видно вот так я думаю видно будет выставляю на жарить заливаю туда масло чтобы донышко прикрыло и нажимаю старт сейчас масло разогреется и будем жарить картошечку следующий шаг закладываем картошечку конечно жарится на вяленка не так как на костре но что есть хотел сегодня вас удивить и себя тоже таким людям как казан кебаб ну что-то пошло не так мультиварка ни в какую не хочет жарить термореле просто не дает поддерживать нормальную температуру мультиварка готова только тушить и варить поэтому будем делать тушеную картошку с мясом и луком закладываю мясо на донышко ровным слоем посолить маленько закрыть крышку и минут десять поставил я варить это так мне привычнее мы будем обжаривать либо томить либо что это мультиварка умеет будем делать с мясом вот так вот доводим до половины готовности ну здесь минут не получилось получилось минут 25 в этой чудо мультиварки потом сверху высыпаем картошечку в кавычках поджаренную так как она у нас совсем не поджарилась чуть-чуть было не сварилась также ее ровненько ровным слоем размещаем складываем не кебаб но тоже будет вкусно все перемешиваем добавляем специи вот вот такая вот красота добавляем пол стаканчика воды чтобы эта красота не пригорела и ставим вариться на 40 минут через 40 минут у нас получается вот такая вкуснотища добавляем маленько зелень и получается вот такая вот красота приятного аппетита